Протестантская изъяснительная экзигетическая проповедь Это проповедь экспозиционная Я бы назвал ее даже обзорной экспозиционной проповедью Еще мне нравится также термин разъяснительная проповедь Что это такое? Это разновидность проповеди, в которой достаточно большой отрывок из писания Истолковывается относительно какой-либо темы или предмета Большая часть материала берется непосредственно из фрагмента План разъяснительной проповеди состоит из ряда утверждений Вытекающих из библейского текста И основанных на главной идее этого библейского текста Когда слушатель слышит экспозиционную проповедь Он уже не листает Библию У него открыт один библейский текст Как правило, этот текст значительный Он должен содержать законченную авторскую мысль Как правило, это абзац библейского текста Слушателю очень удобно следить за мыслью автора По Библии и слушать проповедника Как проповедник объясняет вот эту авторскую мысль Слушатель не тратит время на то, чтобы как бы листать Библию В поисках каких-то параллельных текстов священного писания Да и проповедник уже выходит с Библии, которая открыта на одном тексте Я помню, у нас был такой термин Когда я был еще молодым только проповедником И мы в основном говорили тематические или текстуальные проповеди Был такой термин Зарядить Библию Мы спрашивали друг друга Ну что, Библию зарядил Это означало закладки положить в Библии Потому что иначе невозможно было Проповедник мучился, искал тексты А Библия должна была быть заряжена Там должна быть масса закладок С тех пор, как я начал проповедовать экспозиционно Библию я больше не заряжаю Потому что она уже заряжена Духом Святым Непосредственно в библейском тексте Итак, что такое экспозиционная проповедь? Это проповедь, в основу которой берется большой фрагмент библейского текста Чаще всего это абзац Определяется главная мысль этого текста Или посылка Пункты и подпункты формулируются только на основании текста И поддерживают основную мысль При этом Учитывается контекст Вот этого библейского текста Экспозиционная проповедь чаще всего существует в виде цикла проповедей На ту или иную библейскую книгу Принято называть этот стиль проповедования Проповедь стих за стихом Когда вы берете, например, Евангелие от Луки И начинаете проповедовать с первой до последней главы Разбиваете все Евангелие на абзацы Следите за мыслью Луки и каждую новую неделю Вы проповедуете просто на следующий абзац из одной и той же библейской книги Мы поговорим о преимуществах этого метода Рассмотрим аргументы противников этого метода чуть позже А сейчас давайте посмотрим, что из себя представляет экспозиционная проповедь Или разъяснительная проповедь В качестве примера хочу взять проповедь Которую я услышал из уст одного из лучших проповедников Проповедующих на русском языке На мой взгляд, в современной России конкурентов этому проповеднику нет Зовут его Виктор Семенович Регузов И я думаю, что всякий человек, который слышал проповеди Виктора Семеновича Согласится со мной, что это один из лучших проповедников на сегодняшний день Проповедь я записывал на слух Поэтому не поручусь за точность формулировок Наверное, в конспекте у Виктора Семеновича они, может быть, записаны по-другому Но мне было интересно законспектировать его мысли Как это слышно с точки зрения человека, сидящего в аудитории А проповедь называлась, насколько я помню, «Почему ты живешь» Это был заголовок проповеди И проповедь была на текст из Евангелия от Луки Из 13 главы, с 6 по 9 стихи Это всем известная притча о бесплодной смоковнице Интересно, что толкование этой притчи было основано на контексте Меня приятно удивило то, что проповедник не стал вырывать текст из контекста Не стал сразу толковать эту притчу А обратил внимание на то, зачем Христос произносит эту проповедь Если вы внимательно изучите контекст То вы увидите, что эта притча произнесена в ответ на некий вопрос аудитории К Христу пришли люди И задали ему довольно распространенный вопрос Смысл этого вопроса сводится к фразе «Почему страдают невинные?» Вот ведь есть благочестивые люди Которые пошли на поклонение Принесли жертвы Богу А появился нечестивый Пилат Который этих людей убил И кровь этих людей смешалась с кровью жертвенных животных Христос отвечает на этот вопрос довольно парадоксально Он говорит, что эти люди были не грешнее всех прочих людей Но если не покаетесь, все также погибли И более того, Христос рассказывает еще один случай Когда погибли люди явно невиновные 18 человек, на которых упала башня сила Амская И всех раздавил Тоже были не грешнее всех остальных людей Но если не покаетесь, все также погибли И после этого Христос рассказывает притчу о бесплодной смоковнице Христос выворачивает наизнанку вопрос людей Люди спрашивают Почему умирают невинные? Сегодня часто этот вопрос задают Почему умирают дети невиновные? Почему старики? Почему невинные люди страдают В результате стихийных бедствий Злых замыслов, нечестивых людей и так далее Почему умирают невинные? Христос, отвечая на этот вопрос, говорит Ребята, а невинных-то нет Виновны все Все должны погибнуть Погибнуть должны все И странно не то, что умирают невинные С вашей точки зрения Странно то, что живут виновные И отвечая вот на этот странный вопрос Почему, несмотря на свою вину Кто-то еще живет Он рассказывает притчу о бесплодной смоковнице Некто имел в винограднике Свою посаженную смоковницу И пришел искать плода на ней Не нашел и сказал виноградарю Вот я третий год прихожу искать плода На этой смоковнице и не нахожу Сруби ее, на что она и землю занимает Но он сказал ему в ответ Господин, оставь ее и на этот год Пока я окопаю ее и обложу навозом Не принесет ли плода Если же нет, то в следующий год срубишь ее Почему ты живешь? Три ответа на этот вопрос Содержатся в притче Ты живешь, во-первых, потому что Бог дал тебе жизнь И вот этот пункт был сформулирован Непосредственно из текста Потому что некто имел в своем винограднике Посаженную смоковницу Смоковница не выросла сама по себе Ее посадили Бог дал тебе место в жизни На что она и землю занимает Говорит здесь хозяин То есть она занимает некое место в жизни Бог дал тебе лучшее место в жизни Которое тебе нужно Обратите внимание, говорил проповедник В шестом стихе сказано, что Смоковница посажена в винограднике В винограднике место для винограда Но не для смоковницы В виноградник это, как правило, лучшая земля Иногда Бог нам дает даже то, чего мы не заслуживаем И здесь можно было привести примеры И они, собственно, были приведены Когда мы иногда даже не по заслугам своим Что-то имеем хорошее И мы поэтому живем Дальше, второй ответ на вопрос Почему ты живешь? Ты живешь потому, что Бог возложил на тебя надежду Ты не просто так брошен где-то в винограднике Расти себе Нет, Бог возлагает надежду на тебя Бог ожидает плода И подпункты тоже взяты из этого текста Твоя жизнь не бесцельна Ты можешь радовать Бога Как плод радуют земледельца Бог надеется на тебя Бог ожидает от тебя плодов Бог не просто посадил тебя И живи бесцельно У тебя есть цель в жизни Тебе нужно ее найти И, конечно же, Бог много раз посещал тебя Хозяин говорит Я третий год прихожу искать плода Вспомните, сколько раз Бог подходил к вам Иногда вы ощущали Божие присутствие в своей жизни Ну и тут соответствующие примеры были приведены Ну и, наконец, третий ответ на вопрос Почему ты живешь? Ты живешь, потому что Христос ходатайствует о тебе И все подпункты снова взяты из библейского текста Ты не оправдал Божьей надежды Плода нет Ты находишься в смертельной опасности Приговор уже произнесен Сруби ее А что она землю занимает? Априори все люди находятся уже под смертельным Божьим приговором Бог уже сказал Все достойны смерти Но почему же мы живем? Потому что Христос ходатайствует о нас Сегодня ты открыл свои глаза Ты пришел в церковь Только потому что Христос сказал Давай подождем с Божьим судом У него есть основания для такого ходатайства Это его жертва на кресте и так далее Ну и, наконец, тебе необходимо покаяться Этот призыв, конечно, взят уже из контекста Если не покаетесь, все также погибнете Таким образом, братья мои, вы видите Что экспозиционная проповедь представляет собой толкование целого фрагмента Все пункты и подпункты взяты непосредственно из библейского текста Пункты сформулированы единообразно Слушателю будет легко дома открыть библейский текст и воспроизвести эту проповедь Ее очень легко запомнить Самое главное Эта проповедь имеет источником своим богодухновенное писание Здесь минимум наших творческих способностей Здесь минимум наших человеческих мыслей Здесь все взято непосредственно из божьего откровения Таким образом, мы можем видеть, что обзорная экспозиционная проповедь Или разъяснительная проповедь Изъясняющая, толкующая значительный фрагмент писания С учетом контекста Является лучшим и самым эффективным методом проповедования слова божьего Я думаю, что вы не пожалеете, если сосредоточитесь именно на экспозиционной проповеди В частности, в наших лекциях, в дальнейших наших лекциях Мы сосредоточимся именно на этом жанре проповедования И я думаю, что это будет очень и очень полезно для каждого из нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok